Приветствую вас, братья и сестры. Откройте Евангелие от Иоанна, 16 глава, последний стих 33. Евангелие от Иоанна, 16 глава, последний стих 33. «Все сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Сегодня бы хотел, чтобы мы порассуждали над этим стихом и потом помолились, чтобы вот эта истина, о которой Иисус говорит в конце «я победил мир», чтобы мы как-то посмотрели на нее и как-то размышляли о том, что сделал Христос, Он явил победу свою, Он победил. И мы становимся победителями в Нем. Он хочет, чтобы мы тоже были победителями в Нем. Я думаю, что каждый из нас понимает, что такое победа. Каждый из нас знает, что такое победа. В нашей жизни мы чувствовали или прочувствовали, понимали, что такое победа, когда, может быть, в каких-то соревнованиях, где-то мы имели какую-то цель, чтобы достичь ее и достигали. Мы понимаем эти чувства, которые мы имели, когда мы достигали этой цели. Также в нашей жизни мы понимаем, что такое поражение. Мы понимаем, когда ты прилагаешь много усилий к чему-то, к какой-то цели, и не получается. Или произошло поражение, обида, какие-то обидные чувства, которые наполняют нас. В нашей жизни мы знаем, что такое победа, и знаем, что такое поражение. В жизни человека каждый человек знает, что такое победа, и знает, что такое поражение, потому что в нашей жизни мы имеем какое-то достижение, мы радуемся этому, но имеем какие-то трудности, переживания, которые дают нам огорчение. Итак, для начала давайте мы посмотрим первые слова, то, что говорит Иисус, эти слова Иисуса, «Сей сказал я вам». Как вы думаете, кому говорит Иисус? «Сей сказал я вам». Он говорит своим ученикам. Если мы посмотрим, вот эти главы, которые прочитаем, в 13 главе, они имели вечерю, Христос омыл ноги, после этого Христос имеет беседу с ним. Вот он говорит, «Вот это все я сказал вам». Вот это, что Христос говорит, Он говорит нам, нам, христианам, потому что мы последователи Христа. Мы верующие люди, мы идем за Ним, мы поверили в Него, и мы Его последователи. Поэтому эти слова относятся и к нам, не только к ученикам, но и к нам. «Вот это все Он сей сказал я вам». Что Он говорил? Если мы смотрим с 14 главе, в которой Он открывает Себя, Он говорит, «Я есть путь истины и жизнь». Он говорит про Отца, про Бога. Он открывает Духа Святого, говорит о Духе Святом, о том, что Ему надлежит сделать и оставить их, но будет, Он даст утешителя, Он даст Духа Святого, который будет руководить учениками, которые будут давать силы им в этом мире следовать и свершать волю Божию. Он говорит о взаимоотношении между друг другом, между ними, чтобы пребывала любовь. Он говорит о взаимоотношении верующего человека со Христом. Он говорит, что нужно пребывать в лозе, пребывать в Нем. Иисус говорит, что «Я не называю вас рабами, но Я называю вас друзьями». Он говорит именно о этих тесных отношениях. Если мы не можем каждого человека или любого человека назвать другом, мы называем друзьями тех людей, которые связывают что-то с нас с ними. Что-то мы пережили с этими людьми, мы называем им друзьями, мы прошли через какой-то период жизни или через каких-то обстоятельств. Мы знаем их, мы проводим время с нашими друзьями, мы знаем их характер, мы знаем, что они любят, что не любят, мы знаем, о чем они переживают, потому что это наши друзья. Мы имеем связь. Поэтому Христос говорит об отношении между верующим человеком и Богом, между учениками и Христом. «Я не называю вас друзьями, я не называю вас рабами, я называю вас друзьями». Вот именно эти тесные отношения. Что нас связывает сегодня с Христом? Есть ли у нас эта связь? Знаем ли мы, кто такой Христос? Проводим ли мы время с Ним? Называем мы Христа другом? Или может Христос назвать нас другом? Дальше, для чего он говорит это? Для чего он говорит эти слова ученикам? Для того, чтобы вы имели во мне мир. Вот это слово Божие, Бог, который, он отставил вот это письмо, он оставил вот эти слова для того, чтобы мы имели мир в нем. Для того, чтобы мы имели мир. Не тот мир, который дает этот мир, а его мир. Если мы посмотрим чуть назад, 14 глава, 27 стих. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Я даю вам, не так, как мир дает вам, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Христос дает что-то другое. Для того, чтобы мы получили этот мир, мы должны вникать в его слова, пребывать в нем, чтобы иметь мир в нем, чтобы иметь вот это, это спокойствие, это здраво рассуждать, понимать, кто он, для того, чтобы, для чего нужен этот мир. для чего нужен этот мир? В мире будете иметь скорбь. Потому что в мире вы будете иметь скорбь. Потому что в этом мире будут разные обстоятельства. Не всегда будет просто и легко, будут сложные моменты вашей жизни. И я даю вам этот мир. Вы можете получить этот мир, говорит Христос, во мне, в нем, слушая его, сия сказал я вам, вникая в его слова, для того, чтобы получить этот мир в нем, для того, чтобы проходить через эти скорби. Для того, чтобы мы понимали, кто стоит, что Бог, он выше всего, что в Бог, он выше этих обстоятельств. Он Бог, он руководит, я ему доверяю. Когда у нас есть этот мир, тогда у нас есть твердая вера, твердая доверие в нем. Потому что мы готовы слушать его, мы готовы идти к нему, мы готовы быть с ним, нам ценны эти отношения с ним. Потому что у нас есть его мир. И в конце он говорит, ну мужайтесь, я победил мир. В других переводах, на моем языке, имейте дерзновение, я победил мир. Через эти обстоятельства имейте вот это мужество, потому что я победил. Христос явил свою победу на Голгофе, на кресте. Он победил. Знать, понимать эту истину, иметь эту истину в сердце, мы становимся победителями в нем. Понимая вот эту истину, я победил мир. Мужайтесь. Когда мы проходим через тяжелые обстоятельства, через скорби, вникая и понимая в этой истине, что Бог победил, Он является победителем, у нас появляется мужество, у нас появляются силы, мы понимаем, что Он победил, и мы становимся победителями в нем. Два войска, две страны, когда воюют между собой, что они делают? Они формируют какие-то группы разведчиков, отправляют к врагу для того, чтобы узнать информацию, узнать их несильные стороны, слабые стороны. Для чего? Для того, чтобы победить. В спорте тренера, они изучают другую команду, своих противников изучают, их неслабые стороны, сильные. Для чего? Для того, чтобы победить. Для того, чтобы нам быть победителями, у нас есть истина. У нас есть Бог, который оставил свою истину. И нам надо слушать Его. И все, сказал я вам, вникать в Его Слово. Для чего? Для того, чтобы получить этот мир и, проходя через эти скорби, мы были победителем в Нем. Пусть Бог благословит, чтобы мы имели эту победу в Нем, потому что Он победил. Аминь. Давайте помолимся. Давайте помолимся.